Всем привет дорогие подписчики, зрители канала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру The Consul. Ну что же, мы с вами в прошлой серии какую-то из Хилсборо убили, вернее попытались разгадать кто из них Эмма, кто из них Эмили, надеюсь что у нас с вами получилось все правильно. Матушка привела нас в склеп, где еще одна самая главная загадка находится, где надо найти нам сначала крест, толкование, армиллярную сферу, гвозди, библию. В принципе по всему у нас как бы есть места, где надо было все это найти, кроме армиллярной сферы, но у меня такое мысля есть, что наверное скорее всего это где-то на столе у Мортимера эта сфера есть, маленькая такая небольшая. И средство для перерасчета дат, по-моему тоже где-то там у него. В общем все это будем с вами искать в этой серии, можно в принципе с матушкой пообщаться. Крест, она сказала, где-то здесь посеяла его, где-то здесь. Попросить помощи. Матушка, не поможете ли вы мне побыстрее разобраться с этим механизмом? Здесь понадобится крест Клемиэнта третьего. Нужно поместить его на подставку, чтобы открыть люк. Ага. Окей. Это лучше уйти, Луи. Если нас тут кто-нибудь увидит, мы окажемся в очень непростом положении. Да, кстати, я хотел еще в настройки зайти. Так что сейчас я быстренько вернусь, настрою кое-что. Так, все, вернулся. Давайте искать крест. О, медок. Хани. Хани-хани. А это еще что такое? Диск с выгравированными надписями. Люк, который должен открыться. И кровь. Кровь твоей матери. Там рука ее будет. Здесь указаны римские и арабские цифры, а также название мест. Да, все правильно. Какие соображения? Хм. Так, спросите о гвоздях. Для начала рассмотрим механизм. Как думаете, если мы разгадаем загадку, люк откроется? Именно. Хорошо. Рядом с каждой гравировкой есть отверстие. Для гвоздей, верно? Совершенно верно. Хорошо. Так, что у нас здесь? Сколько гвоздей нам нужно? Три. По гвоздю на ответ, я так думаю. А именно. Один гвоздь для римской цифры, второй для арабской, третий для названия места. Молодец, Луи. Так, подумайте о названиях мест. Но я не хочу здесь тратить очки, поэтому я воспользуюсь водичкой. Все эти места так или иначе связаны с Иисусом, так ведь? Голгофа, Вифлеем, Назарет. Верно. Окей. Хорошо, с этим разобрались. Так, это мы диск изучили, да? Вы справились с люком? Да, если поместить крест на поставку, а три гвоздя на диск, люк приоткроется. Появится отверстие, куда я положила руку, чтобы открыть люк. Внизу я нащупал рычаг, и как видишь, все закончилось весьма плачевно. Да, я вижу. Матушка, тут засохшая кровь. Да, это моя. Извини, что я так наследила, но в тот момент мне было слишком больно, чтобы убирать за собой. Жесть какая-то. Нефиг было ссывать руки, как бы ты не следовала. Ладно. Закончили здесь. С ней как-то можно еще пообщаться, наверное, да? А, ну-то мы уже все спрашивали в прошлой серии, так что, в принципе, нет. Хорошо, давай искать крест. Давай искать крест. Это у нас что? Бутылек. Отлично. Золотой эликсирчик. Значит, тут бутыльков будет много. Надо будет внимательно все обшарить. О, я, кажется, вижу крест, да? Коллекционная монетка. Это же крест Климента Третьего. Отлично. Один ключ у меня. Зоркий. Получил. Это у нас в чертах, по-моему, да? Наблюдательный. Допрос стоимость понижена. Подожди, а я аж какие-то это получил. Странно. Куда я вот этот получил значок? А, вот, зоркий. Бдительность плюс одну очко. Вы нашли крест Климента Третьего, который потерял Асара. Почему они как-то не по порядку идут? Я же вроде не в такой последовательности получил очки. Странно, ладно. Так, сначала пройдемся, пособираем. Якорцы. Окей. Рубль? Серьезно? Российский рубль. Еще две монетки получил. Отлично. Так, мне не нравится, что у меня идет яркий цвет от солнца от окна, блин. Вот это неудобно. Еще монетка. Интересно, сколько всего должно быть монеток. Давай теперь вот здесь пройдемся. Я бы сказал, даже пробежимся, наверное, чтобы быстрее все это делают найти. Но вроде бы здесь ничего нет. Здесь темновато просто. И у меня еще отсвет что-то от окна. Вообще жесть какая-то. Ладно. Мы еще здесь не закончили. Тут есть труп, который можно обыскать. Вы получили предмет ключа с оккультным символом воздух. Спасибо. Воздух. Кремлитская вода. Водичка-то хорошо. Пригодится явно. Органон. Органон. Получается какая-то еще книга. Ага. Логика еще. Хорошо. Логика. Логика. Так, ну что, и все получается. А трупа нет уже, да? Куда труп дели, непонятно. Ну ладно, уходим. Здесь я, в принципе, больше ничего не вижу. Значит, надо нам в комнату с камином попасть. Так, еще бы найти бы здесь и выход бы. Здесь как-то проходили. Так, понятно. Не сюда. Не сюда. Оба-на-тупичок. А где ж тогда выход? Да, ну нет. Блин, мне казалось, я как-то здесь выходил. Или я что-то путаю. Или я вы здесь проходил. Нет, это все тупик. Вот, блин, я запутался. Чертов лабиринт. Мне казалось, как-то здесь проходил, нет? Это тупик. Ну, я помню, что я проходил где-то вот здесь вот. А, вот же, блин. Ох, невнимательность моя. Так, ну, комната с камином, это у нас, получается, вот здесь. А, ну, вот такой мне нужен, получается. Да, это армиллярная сфера, но мне лучше найти какую-нибудь другую. Я привлеку слишком много внимания, если буду водиться с этой. Если бы мне раздобыть сферу поменьше. Ну да, точно такая сфера была у него в кабинете, блин. Так, я надеюсь, здесь надо париться. Так, посмотрим, правильно ли стоит статую. Че, опять, что ли? Ты, слышь, ты издеваешься, блин. Меч направлен на Горгону. Ага, все правильно. А, ну так, ну тогда ладно. Этот войс стоит правильно, лампада обращена к щиту. Щит к мечу. Отлично, эта статуэтка уже стоит как надо. Это что-то так и неправильно развернуто. К этому. Который с щитом. О. Отлично. Сизам, откройся. Так, и мне надо тут найти какое-то толкование, да? Это и есть пандоры? Ваза? Матушка так заволновалась, когда я про нее сказал. Интересно, почему. Ладно, уже не важно. В смысле не важно? Важно? И... Кольцо Нибелунгов. Даже если Мортемер несколько сотен лет, вряд ли он связан с этой легендой. Так, ну второй раз я уже про это дело делать не буду. Обходить, все это спрашивать, смотреть. О, это брошюра о разных политических режимах, которые написали лично Мортемер. Да? То есть это получается еще какая-то книга, да? Да. А, нет, нифига себе. Размышления о людях и обществе. Одна из пяти. Я вот это-то собрать не могу. Заметки Дарише. Ё-моё. Это значит, я в прошлый раз плохо посмотрел. Так выходит. Давай сейчас побежимся, посмотрим. Повнимательней. Да вроде бы ничего и нет. Так, ну и... Лавровый венок Цезаря. Если Мортемер правда тот, кем считает его матушка, тогда... Нет, не может быть. Нет, нет, нет. Точно не Цезарь. Точно не Цезарь, окей. А смотри, все исчезает, да? Правильно. Правильно. Ну-ка давай еще раз туда-сюда пойдем, посмотрим. У Мортемер столько реликвий, что я не удивляюсь, если этот меч окажется Эскалибуром. Так, а мне в итоге полчаса нужна вот эта вот Книженца, да? А вот и толкование Иуды. Надеюсь, Мортемер не часто его читает, иначе сразу заметит пропажу. В любом случае, книгу я заберу. Так, хорошо, надо сферу найти, гвозди и Библию. Библию. В башню... А, так это может быть напротив кабинета Мортемера. Возможно, так оно и есть. Так, ну здесь в принципе все, вроде я больше ничего не вижу. Я закончил. Не будем терять время. Так, вышли. Теперь мне надо наверх. Еще пузырек. Ага, якорцы полным-полно, ладно. Так, а здесь я вроде был, да? Да, здесь есть путь наверх. Так, и где кабинет Мортемера? Здесь у нас кто? Так, Фан Вельнер. А я был у него. О! Армиллерная сфера. Отлично, сэкономлю время. Надеюсь, она не понадобится ему в ближайшее время. Вот это поворот! Я вообще-то думал, что она у Мортемера. Значит, я что, здесь не был разве? По-моему, я здесь был. Алхимик в юности. Ну, давай еще раз пройдемся. Я не против. Может быть, что еще найдем полезное? Знаки Зодиака. А, я уже это делал, да? Золотой эликсир. Ага, хорошо. А, так у меня нет места. А-а-а. Таблица алхимических элементов. Ну да, я здесь был. Я здесь точно был. А другого ничего нет. Никаких шкатулок. Ничего. Так, на всякий случай пробежимся. Может, что найдем? Вроде я все пооткрывал. Ну, а я не вижу. Есть смысл выходить на балкон? А, по-моему, на этом балконе я ни разу не был. По-моему, не был. Отлично, это мед. Да, на этом балкончике я не был. Куда-то могу еще попасть. Еще медок. А, это золотой эликсир. А, да. Пузырек не такой. А вот и янтарь. Отлично. Еще надо два. В чью-то комнату я могу уже зайти? Вот только в чью? Не понимаю, чья это комната. Джордж. Я хочу приглашать вас, чтобы присоединиться с вами, Эдмар. Что-то у нас здесь пикает. А, так это кабинет Вашингтона. Вернее, комната Вашингтона. По-моему, я здесь тоже был. Здесь у него всякие карты этих штатов. Так, вот это уже интересно. Достать. Якорца. Возьму с собой. Ах, ты потратил только зрячку. Я красавчик. Я думал, там будет какая-то записка или еще что-нибудь. Так, не открываешь? Странно, а где все гости тогда, получается? Никого нет. Стоп. Это что? О, взломать. Кормильская вода. Говорят, от нее не бывало прилив сил. Отлично. Водичку я получил, это хорошо. Ну, мне надо попасть. Сначала давайте, наверное, к Мордимору зайдем. Или нет? Напротив сначала лестница. Надо только понять. Так, это моя комната. А я, кстати, по-моему, ни разу не был в комнате у Пиаджи. По-моему, ни разу я у него не был. Портрет его сочетательства Пия Шестого кисти Помпея Батоне. Чтобы Пиаджи чувствовал себя как дома. Вот не помню, был я у него, не был я у него. Есть, найдем где-нибудь... Ага. Карамелистскую воду я получил. А что у меня, кстати, по всего? 3, 5, 5... Ага, у меня только метка не хватает. Еще две бутылочки. Разрушение иерусалимского храма Франческо Айц. Тит и его армия безжалостно уничтожают Иерусалим. Угу. Ух ты, Палеха-Муха, Пиаджи стоит. Дорогой Джузеппе, вы слишком слаб, чтобы ехать. Поблагодарите от меня сэра Грегори за приглашение к лорду Мортмеру. Уверен, вы без меня обо всем договоритесь. Передайте сэру Грегори, что мы исправны следом его совета насчет нашего знакомого кардинала и епископа Киарамонти. Полагаюсь на вас. Дохранит вас Господь Джованни Анджелико Браски. Ага, Браски. Фух, Пиаджи, напугал ты меня, блин. Я думал, здесь никого нет. Торквимада. Вот так сюрприз. Этот фанатик основал Инквизицию. Мурашки по коже. Да, я точно у него не был. Золотой эликсир. Венера, Сатир и Амур. Кисти Кареджа. Разрад, нахальство и невинность. Джузеппе наверняка оценил. Да уж, наверняка. А чё, шкатулку не можешь открывать? Амур Победитель. Кисти Караваджо. Вот уж кто твердо знал, какого пола ангела. Так, рукописные заметки лорда Мортимера. У меня их получается уже две. Ага. Отдыхающая девушка Буше. Картина полна игривого эротизма. Интересно, какого они мнения Пиаджи? Вот это уже Меддог. Иоанн Креститель. Юноша с Совном. Караваджо. Таким чувственным Иоанном Крестителя никогда не изображали. Осколки Янтаря. Ммм, классно. Очень классно. Так, ну в принципе... А, тут что-то ещё есть. Монетка. Ну, давайте попробуем с ним поговорить. Может быть ещё... А тут, кстати, ничего нету наверху. Мне так не верю, не буду его тревожить. Почему ты емуешь его тревожить? Всё нормально. Нормально, потревожили бы. Чё бы нет-то? Не, он реально не хочет. Реально не хочет. Вообще даже нет значка. Ну, хорошо, выходим. Не хочешь так не хочешь. Не хочешь. В комнатах. У Гадой мы тоже были. Да, мы там искали записку. Так, а может быть у тебя что-то поменялось? Трупа опять нет. Ну, это уже всё я смотрел. Да-да. ДР-И. Но её здесь нет. Ладно, выходим. Нам осталось найти только гвозди и Библию. Извините, сэр. Миссер Перю пока не принимает гостей. Он отдыхает, нуждается в покое. Заходите позже. Хорошо. Я так чувствую, он будет трупом следующим. Так, вот путь наверх. Значит, нам сюда. Сначала. Здесь должна быть где-то быть Библия. О, Луи, как хорошо, что вы здесь. О нет, сейчас будет спрашивать о матушке. Посмотрите, что я нашёл. Среди пепла в камине обрывки каких-то бумаг. Кто-то пытался их сжечь. Ого, похоже, он не собирается спрашивать, что произошло между матушкой и сёстрами Хилсбороу. Покажите-ка. Вот, тут отчётливо видны два разных почерка. Последнее послание от матушки и Эммы. Кто-то пытался сжечь переписку. Тут даже думать нечего. Наверняка это не всё. Чёрт, что у него на уме? Блин, а мне надо, во-первых, убрать отрицательный эффект. Да? Так, отрицательный эффект, по-моему, у нас вот эта водичка, да, убирается? Да. Чё-то так темно, вообще серьёзно. Вашингтон. Вообще неизвестно. Ну-ка, давай выпьем водички. Ага, обмануть его нельзя. Всё ясно. Я знаю, что это такое. Вы знаете, кто обменивался записками в этой комнате? Да, только прошу вас никому не говорить, это весьма деликатный вопрос. У фон Вёльнера и Элизабет был роман. Фон Вёльнер как-то намекнул мне, что они общались тайно. Способ действительно хитроумный. А я не догадывался. Был рад помочь, но мне пора возвращаться к поискам. Разумеется. Буду рад поговорить с вами позже. Наконец-то можно стянуть Библию. А каким хреном он вообще здесь оказался? Вашингтон, ты чё здесь делал? Так, смотрим внимательно на все книженцы. Рай Данте. Вздыми чело, превозьми свой страх, и смертного предела, вознесённый здесь должен в наших созревать лучах. Бляха, Муха, ты опять здесь, что ли, стоишь? Чё тебе надо, слышь? Любознательно ты мой друг. Смотрите, вот тут. Ничего не вижу. Да вот же Луи, кто-то вывел цифру 4. Это неспроста. Нужно взять Библию до того, как он вернётся к ней. Ага. А Библия у нас должна быть вот здесь. Так, это у нас чё? Шкатулка с каким-то символом воздуха. Открыть левый, открыть правый. Открыть левый. Открыть правый. Золотой лексир. Ещё золотой лексир. Ну там, по-моему, был янтарь. Да, осколок янтаря. Неплохо. Библия всё ещё здесь. Отлично. Я получил Библию. Остались только одни гвозди. Остались одни гвозди. Я вот думаю по поводу метка. Выпить, не выпить? Чё у меня там с метком? Метка 4. Ну, не будет хватать. То есть мы наберём, если больше метка, тогда ладно. Пока выходим. И нам теперь нужна к Морсимеру. Ну что же там за шкатулка-то такая интересная? Я так и не смог найти никакого даже подсказки на пароль. Так, здесь ничего нет. Здесь ничего тоже нет. Здесь, по-моему, только педаль, да? Да. Это картина. Не завершена. Полагаю, автор Лорд Морсимер. Весьма авангарда. Титан против человечества. Какая ирония. Окей, ирония. Давай. Открывать тогда. В этот раз я быстро справлюсь. Ну да. Если память мне не изменяет, код 1191. Да, вроде не изменяет. Я ещё на всякий случай записал на листочек. Когда монтаж делал. 1 1 9 9 Надо будет ещё кабинет ещё раз внимательно его смотреть. Может быть, что-то я тут упустил, а может быть, что-то он ещё возьмёт. Гвоздь, само собой, понятный, разумеющееся. Но, может быть, какие-то будут записки новые или что-то ещё. Ну, конечно. В смысле, конечно. Не понял. В смысле, конечно. Что означает твоё, конечно? Так, это мы всё уже знаем. Это тоже. После рассказов матушки о том, кто такой Мортимер, эта карта работорговли пугает меня ещё больше. Ну, видишь, получатся, какие-то новые диалоги он нам выдаёт. Слабощь оиска души. Гиена Теремора. Угу. Гиен Теремор. Теремор. Это анаграмма фамилии Мортимер. Ого. А он не стесняется на весь мир рассказ о манипуляции сознанием. Интересно, для кого он пишет? И чё, и всё? Гиен Теремор. Да. И всё. Там ничего новенького нет. Если план Мортимера сработает, территория Соединенных Штатов ультисов вдвое. И тогда испанцам придётся покинуть Северную Америку. Окей. Окей. Чё ещё тут есть? Давай всё, потыкаем ещё разок. Карта Европы. Кто-то написал на Франции 26 миллионов. Так, можно подумать. Ну, давай, в принципе, подумаем, почему нет-то. Примерно столько людей живёт во Франции. Мортимер знает, что у наших соседей численность населения меньше. Он собирается втянуть Францию в войну, устроив народные волнения. Можно сказать, что это образец безупречной военной стратегии. Что не может не пугать, если Мортимер на самом деле демон. Войска движутся к Италии. А где перевод? Спасибо. Так, ну и здесь как бы всё, да? Нет места. Золотой эликсир. Заперто. Так, что ещё? Собрание обсуждает политику Соединённых Штатов, но агенты Мортимера повсюду. Тем хуже, если он и вправду демон. Так, ну я вроде как бы всё обошёл здесь уже, да? Посмотрел. Шар смотреть нет никакого смысла. Так, что у нас здесь? Похоже на обсидиан или оникс. Наверняка тяжёлый. Что бы это могло быть? А, и всё, да? Ладно. Перья. Наверное, голубиные. Ой, застрял. Так, ещё записка. Разложены карты Таро. Прочесть расклад. А я раз не читал расклада, нет? Император сулит власть и стабильность. Умеренность означает награду. И колесницы символизируют победу. Если гадание сбудется, Мортимер будет жить припеваючи. Ну, давайте мы ему запорим. Ну? Мортимер увлекается чёрной магией. Только если он демон. Почему вся эта атрибутика? Так, ну гвозди пока не берём. Давай сначала тут всё ещё раз обыщем. Просканируем. Для кого Мортимер её заказывал? А, не вижу, что это такое. Маска, да? Непонятно. Темновато мне ещё отсвечивает. Так, это тоже всё не то. Так, а тут что? Рукописные заметки лорда Мортимера. Три из пяти. Шкатулка с узором в виде алхимического символа огня. Взломать смогу второй замок. Давай. Ключ с оккультным символом вода. Коллекционные монеты. Ещё коллекционные монеты. Ещё коллекционные монеты. Нифига, сколько же монет. Три монеты. Четыре монеты. Да, вы издеваетесь. Пять монеток. Нифига себе. Это целый клад нашёл, блин. Целый клад. Так, ну здесь как бы вроде бы всё. Микроскоп Левенгука? Это же самый мощный микроскоп в мире. Ума не приложу. Как нашим удалось достать один из таких? Не знаю. Так, ну вроде бы всё. Всё осмотрел. Ещё одну записку нашёл. Осталось, получается, ещё две, да? Мне надо будет найти. Две сюда и две сюда. Просто здесь очень хорошие навыки, да? Допустим, манипулирование, убеждение, оккультизм, манипулирование, психология, политика. Если всё это собрать, это будет просто шикарный манускрипт. Но я не всё собрал. Ага, вот и гвозди, которые мне нужны. Осмотреть гвозди. Давай, начинала я, выпью. Вот так вот. Вижу, они старые и ржавые. А это ещё что за следы? Неужели кровь? Действительно из же этого дворящего креста? Поверить не могу. Окей. Так, ну я всё взял. Иначе, по идее, должен вернуться к матушке. Да, всё правильно. Так, а пароль 6466. Ладно, пора выбираться отсюда. Код 6466, если я не ошибаюсь. О, а так даже, да? Ну, хорошо. Так, шкатулок вроде я здесь больше не видел, только одна. Но здесь надо подбирать пароль. У меня его нет, я не знаю. Никого из гостей я не видел. Я, наверное, пойду сюда, потому что вроде как это ближайший путь до выхода на улицу. Да, да, да. Это самый ближайший короткий путь. Так, теперь надо снова попасть. Тут больше ничего нет полезного. Ну, я, наверное, так же пойду таким же путем, чтобы запомнить уже раз навсегда один-единственный путь. Верный путь. Бляха-мух, как же всё это отсвечивает дело. Так, теперь давайте посмотрим. Ну что? Тебе дуло собрать ключи? Да, я все нашел. С чего начать? Сперва помести крест Клемента Третьего на подставку. Затем расставь гвозди на дверном диске. Как именно надо расставить гвозди? Тут я не могу тебе помочь, потому что мои догадки, как видишь, оказывались неверными. Например, все, что я могу сказать, один гвоздь означает место, второй главу, а третий стих на диске указаны на римские цифры. На диске указаны на римские цифры, что за бред? С чего вы начали? На фреске изображено рождение Иисуса, поэтому я с помощью гвоздей выбрала Вифлеем. Вторую главу и шестой стих. Люк приоткрылся. Я подумал, что так и надо. За люком оказался проем. Я протянул руку туда, и нащупала внизу какой-то рычаг. Мне показалось, что если его повернуть, то или распахнется дверь, или откроется люк, или произойдет что-то еще. Но вместо этого мне отрубило руку. Я думала, что не выживу. И что вы сделали? С дверью мне не повезло, но у Мортемера, к счастью, оказалось много разных лекарств. Я кое-что одолжила. Ну хорошо. Ладно, теперь моя очередь. Что ж, дерзай. Не буду отвлекать тебя разговорами. Окей, у нас тут все открыто. И мы, в принципе, можем начинать. Но давайте мы займемся этим уже в следующей стиле. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.